Вновь по коридорам школы разнесутся звуки музыки, пение детского хора и репетиции юных актеров театра. Начинается новый учебный год. Начало это должно быть ярким, необычным. Праздник, посвященный Дню Знаний, развернулся в фойе школы искусств. Для малышей устроили мастер-класс по изобразительному искусству. Ребят учили рисовать, вырезать и делать аппликации. Для учеников постарше объявили конкурс «Я видеоблогер». Задание не из простых – снять и смонтировать сюжет до трех минут на тему «День знаний в детской школе искусств». Какие-то ролики, мы надеемся, выложим на сайт свой, ну и, может быть, в интернете разместим. Так что, ну, это только начало, мы думаем, что все-таки этот конкурс будет у нас развиваться и совершенствоваться. Также проводили кастинг на роль телеведущего. Кстати, он был придуман не случайно, ведь в школе открывается новое направление – теле- и радиоведущий. В этом году в школу искусств пришло около 200 детей, а всего в заведении учатся 1200 человек. Мы уже третий год занимаемся, будем третий год. А чем занимаете? Синтезатор. Скажи, а тебе нравится заниматься на синтезаторе? Да. Я умею играть прекрасно, далеко, полет кондора и молитва. Это группа Би-2 песня. Венчал праздник-концерт, в котором приняли участие ученики и преподаватели школы. Перед началом мы пробрались за кулисы и поговорили с его юными участниками. Что вы будете играть? Городовская. Резоль. А вы давно занимаетесь? Да. Четыре года. Четыре года. При виде камеры ребята застеснялись, но зато, когда вышли на сцену, чувствовали себя уверенно. К слову, администрация Ленинского района отправила Артема и Никиту летом отдыхать в лагерь в Болгарии по программе «Отдаренных детей». Ребята являются лауреатами множества областных конкурсов и фестивалей. Именно с таких учеников школы могут брать пример все ребята. Именно ими гордится школа. Алексей Митронин, Алексей Руднев, Елена Кошелева, Видное ТВ.